Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня» Сегодня, когда кризис капитализма резко обострился Когда пахнет в воздухе большой войной Тесное взаимодействие России и Китая и наших партий имеет исключительное значение Государственную Думу посетила делегация Компартии Китая Гостей принимал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов Рассматриваются налоговые реформы Мы сегодня ставим вопрос о том, чтобы освободить малоимущих от платежей в бюджет вообще Депутаты фракции КПРФ на брифинге в Госдуме Рассказали о работе по реформированию налоговой системы Дать отпор терроризму, опираясь на советский опыт С таким заявлением выступил президиум ЦК КПРФ Коммунисты выразили соболезнования родным и близким жертв терактов Совершенных 23 июня в Дагестане и Севастополе Пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим И потребовали справедливого наказания для всех, кто причастен к этим преступлениям Теракты в Дагестане и Севастополе потрясли всю страну Россия стала мишенью очередных вражеских вылазок Нам вновь напомнили, что мы живем в условиях суровых вызовов Обе атаки, по мнению коммунистов, преследовали общую цель За этими преступлениями стоят те же, кто разрабатывал сценарий нападения на Белгород И врабовал участников терактов под московным Крокус-Сити-Холем Организаторы этих действий хотят наказать нашу страну за борьбу с неонацизмом на Украине Самостоятельную политику на международной арене и противодействие неоколониализму Они стремятся сломить нас, запугать, лишить воли к сопротивлению Для этого удары наносятся в самые чувствительные области По жизни мирных граждан и межнациональному согласию В заявлении отмечается, что за спинами исполнителей скрывается мощная, хорошо организованная сила Терроризм, как порождение капитализма, привык кутаться в националистические и религиозные одежды И сегодня империализм использует его в своих интересах, разжигая конфликты и стравливая народы Украина и Россия – один из лакомых кусков для этих озверевших кругов Ярким примером терроризма в интересах США и НАТО стал государственный переворот на Украине в 2014 году Запад оказал полную поддержку боевикам на Майдане Позорно замалчивал трагедию Одесской Хатыни Цинично игнорировал обстрелы бандеровскими войсками жителей Донецкой и Луганской народных республик В КПРФ отмечают, чтобы победить в войне, объявленной русскому миру, необходимо опереться на советский опыт Успех СССР в борьбе с терроризмом обеспечили решительность, несение разлада в ряды врага, грамотная национальная политика, но главное – устранение корней, питавших терроризм Искоренить терроризм – значит уничтожить его источники Социальный раскол и имущественное неравенство, беззаконие и несправедливость, нищету и бесправие миллионов жителей Мы убеждены – невозможно рассчитывать на успех, ведя борьбу со следствиями, а не с причиной Чтобы победить терроризм, нужно преодолеть капитализм, сплотить общество на идеалах справедливости, а значит социализма В КПРФ уверены – великий пример такого сплочения дает нам советский опыт А путь к подлинной безопасности лежит через оздоровление экономики и социальной жизни Мирная инициатива России способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло Об этом говорится в обращении президента Владимира Путина к участникам 10-го международного форума «Примаковские чтения» В этом году их тема – Россия в мировом контексте Коротко о других новостях в стране Следственный комитет назвал одну из версий пожара в здании в подмосковном Фрязе Причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки Пожар случился 24 июня в помещении на пятом этаже, после чего огонь распространился по всему зданию В результате происшествия есть погибшие В России средняя зарплата продавцов выросла за год на 12,5% и составила 46 тысяч рублей Об этом свидетельствуют результаты исследований сервиса «Работа.ру» Также отмечен возросший интерес компаний к найму продавцов на фоне текущих рыночных условий Сбер открыл первые партнерские и мобильные офисы в Донецкой и Луганской народных республиках А также в Запорожской и Херсонской областях Жителям новых регионов будут доступны основные продукты и услуги банка В России растет число работающих камер фиксации нарушений ПДД По данным МВД России, сейчас на дорогах установлено около 30 тысяч таких устройств Из них 26 тысяч стационарные, 3 тысячи передвижные, около 800 камер, мобильные В Госдуме на повестке дня вопросы экономики Самым жарким может стать обсуждение налоговой реформы и введение прогрессивной шкалы Также парламентарии подводят итоги исполнения федерального бюджета и бюджета социального фонда за прошлый год К последнему у депутата фракции КПРФ очень много вопросов Свои выступления перед журналистами в Госдуме депутаты начали с соболезнований Всем семьям погибших и пострадавших в террористической атаке в Республике Дагестан И при обстреле пляжа в Севастополе В Нижней Палате парламента обсуждают сразу несколько экономических тем Первый из них индексации пенсии работающим пенсионерам Фракция КПРФ трижды вносила это предложение, но Единая Россия его неизменно отклоняла Теперь предложил сам президент Мы всегда были за то, чтобы пенсия индексировалась Потому что инфляцию придумали не пенсионеры Ее делает правительство, причем умышленно И если они умышленно создают инфляцию То они обязаны все убытки компенсировать за счет федерального бюджета Так это описано в Конституции Кроме того, рассматривается налоговая реформа Мы сегодня ставим вопрос о том, чтобы освободить малоимущих от платежей в бюджет вообще Ну допустим, тех людей, которые получают менее 20 тысяч в месяц, надо освобождать Еще одна важная тема – введение прогрессивной шкалы в рамках налоговой реформы В нынешней редакции предложена налоговая ставка для богатых с доходом свыше 50 миллионов рублей в год в 22% Коммунисты считают, что этого недостаточно Дополнительные доходы в бюджет от повышенной ставки в КПРФ предлагают направить на пенсии и надбавки детям войны Они были лишены детства Им пришлось восстанавливать разрушенные войны и хозяйство И они создали ту индустрию, которой пользуются сегодня олигархические структуры нашего государства Так давайте у олигархов заберем то, что принадлежит детям войны И отдадим им, пусть они немножко вздохнут К бывшему пенсионному фонду, а ныне социальному, у коммунистов вопросов еще больше Его реорганизовали для того, чтобы более эффективно повышать пенсии и социальные выплаты А также надбавки бюджетникам, врачам, воспитателям, педагогам К большому сожалению, никакого опережающего роста пенсии, несмотря на пенсионную реформу и множество обещаний не произошло Пенсия Российской Федерации, трудовая, страховая пенсия Российской Федерации на сегодня крайне низка Она далека даже от той цифры, которую рассчитали ученые Которая, скажем так, компенсирует только минимальные физиологические потребности Я напомню, что два года назад эта цифра была в районе 31-32 тысяч Сегодня пенсия, страховая, трудовая, с приличным стажем, это порядка 22 тысяч, точнее в 23-м году И, безусловно, никаких потребностей пенсионеров она не покрывает По данным Алексея Куренова, за год работы социального фонда очередь на получение санаторно-курортных путевок снизилась с 460 до 440 тысяч человек Инвалиды жалуются, что не могут получить положенные им бесплатно специальные средства реабилитации Врачи на селе массово увольняются из-за низких зарплат и отсутствия условий труда Столожилась парадоксальная ситуация С 1 марта, например, фельдшера, которые работают в фельдшерско-куршатских пунктах сельской местности, получают надбавку 30 тысяч рублей А работники скорой помощи, те же самые фельдшера, получают надбавку 7 тысяч рублей То же самое касается и врачей Там разница тоже приблизительно в 2-2,5 раза И понятно, что это решение, на наш взгляд, несправедливое, неправильное Привело к тому, что сегодня наблюдается массовый отток со службы скорой медицинской помощи Как раз в малых городах и сельских населенных пунктах Депутат фракции КПРФ Денис Парфенов подробно остановился на налоговой реформе Предложенный налог на прибыль в 25% КПРФ предлагает сделать тоже прогрессивным В разных отраслях экономики норма прибыли существенно отличается В банковской сфере, в торговле, в строительстве Норма прибыли очень велика, зачастую она превышает даже 100% При этом в подавляющем большинстве производственных отраслей Норма прибыли очень маленькая И она даже не покрывает тех высоких кредитных ставок, которые имеются И получается, что обкладывая всех совершенно одинаковые ставки налога на прибыль Правительство так или иначе, прямо или косвенно, но способствует, опять же, сдерживанию развития производства На наш взгляд, это совершенно неправильный подход В КПРФ уверены, что налоговую систему уже сейчас можно сделать намного более эффективной Все инструменты для этого уже проработаны и предложены коммунистами Налоговая реформа пока носит крайне ограниченный характер Да, в ней есть прогрессивные положения И где-то полшага вперед она делает Но мы считаем своей задачей добиваться того, чтобы были учтены наши поправки Для того, чтобы налоговая реформа действительно становилась справедливой В итоге этого будет в ближайшее время выстроена вся наша работа 25 июня Евросоюз начал формальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии в сообщество Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, процесс интеграции будет долгим Чтобы соответствовать стандартам полноправного членства в ЕС Украине и Молдавии будут необходимы антикоррупционные, судебные и экономические реформы Коротко о других новостях в мире На саммите Шанхайской организации сотрудничества Белоруссия будет официально принята в полноправной участнике объединения Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Саммит ШОС пройдет в Астане 3 и 4 июля Лидеры стран Евросоюза договорились о выдвижении Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на пост главы Еврокомиссии Новым председателем Евросовета станет экс-премьер Португалии Антонио Кошта На пост главы евродипломатии решили выдвинуть кандидатуру премьер-министра Эстонии Каю Каллас Основателя Викиликс Джулиана Асанжа освободили под залог из британской тюрьмы, где он находился под стражей с 2019 года Асанж предстанет перед судом в Австралии, где, как ожидается, частично признает вину в рамках сделки с прокуратурой США Это позволит ему выйти на свободу Американская компания Тесла отзывает более 23 тысяч электропикапов Кибертрак Из них почти 12 тысяч машин имеют неисправные стеклоочистители Еще около 11 тысяч автомобилей отзывают из-за проблемы с обшивкой багажника Руководство КПРФ встретилось в Госдуме с китайской делегацией во главе с заместителем заведующего организационным отделом ЦК Компартии Китая Хуаном Цзяньфа Гости посетили выставку Геннадий Зюганов «Время события люди», посвященную предстоящему юбилею лидера КПРФ Это расстрел парламента Ельциным Это обращение против гражданской войны Это вот расстрел Дома Совета Это если ваша тяньаньминь, только там у вас вовремя Дан Сяпин выступил, у нас, к сожалению, не нашлось Геннадий Зюганов ознакомил китайских товарищей с экспозицией Выставка состоит из семи разделов О детстве и семье политика, о службе в армии и работе в комсомоле Об опыте Орловской непрерывки, политическом пути лидера КПРФ и его работе по возрождению и сохранению Компартии в России Геннадий Зюганов рассказал гостям о социальных проектах партии Мы сохранили опыт советский, народных предприятий Вот это наш пример, это сибирские предприятия Это завод уникальный Это лучшие школы, детские сады, как прообраз будущего Делегацию Компартии Китай особенно заинтересовали международные контакты Геннадия Зюганова Это встреча с лидерами Кубы, Венесуэлы, Белоруссии и с председателем КНР Си Цзиньпином Я с ним встречался много раз, каждый раз были встречи Шанхай, Пекин, международный форум, проведение собрания левых партий Затем гостей пригласили во фракцию КПРФ в Госдуме Стороны обменялись впечатлениями от встречи и обсудили направление дальнейшего сотрудничества Хотя это наша первая встреча, у меня такое ощущение, что мы давние друзья Эта выставка меня очень впечатлила Она рассказывает о вашем участии в социалистическом строительстве в России Цель визита делегации Компартии Китая в России Практическая реализация заявления глав наших стран об углублении стратегического взаимодействия Геннадий Зюганов со своей стороны отметил, что КПРФ с момента своего возрождения Все сделала для восстановления тесных, дружественных и крайне важных связей с Компартией Китая Сегодня, когда кризис капитализма резко обострился, когда пахнет в воздухе большой войной Тесное взаимодействие России и Китая и наших партий имеет исключительное значение Я вместе с президентом летал на предыдущие встречи и в Китае, и в Вьетнам, и в ряд других стран и организаций Поэтому это общенациональная линия В завершение встречи стороны обменялись подарками и договорились о дальнейшем укреплении и развитии межпартийного взаимодействия Главные новости и ежедневные программы смотрите на сайте нашего телеканала А я на этом прощаюсь с вами, всего доброго, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова